Добрый день, уважаемые друзья! Мы начинаем наш, страшно сказать, аукцион номер 13. И так как он 13, мы поговорим немножко пошире, чем только про этот один аукцион. Цифра уж больно знаковая. Итак, мы начинаем обзор лотов аукциона номер 13, который пройдет 18 по 24 марта. Начнется 18 марта, закончится 24. Итак, почему 13? Это понятно. 13 аукцион юбилейный. Почему надо поговорить пошире? И начнем мы не с обзора сразу аукциона, а с антикризисных советов аукционного дома «Арцелинфо». Красота! Последнюю неделю все разговоры со всеми приходящими к нам покупателями, посетителями, сводились к тому, что делать. К одному единственному вопросу, что делать. Как прям у классика, что делать и кто виноват. Но кто виноват, мы понимаем. В том числе и коронавирус. В том числе. В том числе. Что делать? Потому что это как бы все обстоятельства, внешние, внутренние. Это мы все-все понимаем всегда. А что делать? Тем не менее, нам-то, людям-то, простым-то. Простым покупателям искусства, простым продавцам. Первый вопрос. Что делать с ценами? Что с ними происходит? Менять их, не менять, в зависимости от курса доллара и рубля. Там спешить продавать или наоборот спешить покупать. Что будет завтра? Что будет послезавтра? И как-то в зависимости от этого выстраивать свою стратегию. Значит, что будет завтра, мы не знаем. Так что будет, может случиться все что угодно. Но мы можем предполагать уже из имеющегося опыта. А опыт-то у нас будет здоров. Мы выглядим молодо. А живем-то мы давно. Соответственно, какой у нас опыт? Ну, не так, не будем окунаться в советское время. Очнемся недалеко. 2008 год. Прекрасно, да? И тогда то же самое. Первые кризисы, первые финансовые потери. И все же разговоры. Что делать? Продавать сейчас какие-то картины, скульптуры? Или подождать, когда станет лучше? Представляете, вот сейчас вспомним те времена и тех людей, которые задавали этот вопрос. Подождать или нет? Ответ наш всегда на эти вопросы был. А сколько ждать? Подождать-то можно годик, два. Вы же не просто так продаете, зафиксировать прибыль, как профессионал. Профессионалы такого ничего не спрашивают. Они все знают сами про себя. Еще научат нас с вами. Спрашивают обычные люди, да? Которые там, вот нужда. Нужда вот такая финансовая случилась, да? Там кому-то расплатиться по кредиту, кому-то, не дай бог, по медицинским соображениям. И так далее. Нужны деньги. Где их взять? Брать в долг или что-нибудь продать ненужное, как в том мультике говорил известный персонаж. Продать что-нибудь ненужное. Но это не ненужное. Это все вещи, когда-то приобретенные. Их жалко с ними просто так расставаться. Поэтому вопрос абсолютно уместный. Что делать? Прямо сейчас продавать или подождать? Ну вот, исходя из того опыта 2008 года, который у нас с вами начинается, показывает, что ждать-то нечего. С тех пор становилось только хуже. И мы каждый раз это отвечали. Что горизонт ожидания, если мы говорим о горизонте 1-2 года, ждать не надо. Продавать надо прямо сейчас. Потому что через год будет хуже. Так же, как полгода, год-два назад нас спрашивали, что будет. И мы ровно это говорили. Мы сейчас видим, что стало хуже. Соответственно, если горизонт ожидания там 10 лет, теоретически да. Хотя сейчас у нас с вами следующий шаг, это уже 16. Понятно, о чем я говорю. Поэтому уже и не 10. Поэтому если вопрос такой, подождать ли 20 лет, а потом продавать? Да, подождать. Да, подождать. А если подождать ли полгодика? Нет. Отсюда очень разумные и конкретные советы, которые мы всем даем. А. Вам надо продать что-то, картину. Продавайте. Понятно, что есть некоторая ценовая, ну, ориентиры ценовые, да. Сколько это стоило когда-то. Сильно глубоко в прошлое заглядывать не надо. Ориентиры 2005 года не нужны. Ориентиры 2008 года не нужны. Нужны прямо сиюминутные, сиюсекундные ориентиры. Сколько, что продавалось в ближайшие полугода. А сейчас, когда курс прыгнул с 60 на 75, уже и это не актуально. Да. Соответственно, ну, тем не менее, какие-то ориентиры есть. Но дальше какая-то необходимость разумная и достаточная. Поэтому, какие-то деньги предлагаются разумные, достаточные. Отдавайте, не жадничайте. Потому что сказать, что, ну, давайте сейчас не будем, а подождем. Вот из разговора в прошлой неделе и прям конкретный последний разговор вчерашнего вечера, когда человек предложил картину на торги за 5 тысяч долларов. Сейчас это уже 375 тысяч рублей. А ему года 3 назад предлагали 3 тысячи долларов за эту картину. Вот он подождал. Вот подождал. За 3 тысячи не отдал. Сейчас, говорит, я бы за 5 продал. Ха-ха-ха. В лучшем случае продаст ее за 100-120. То есть 2 тысячи долларов. А то и меньше уже. Вот тебе и подождал. Поэтому сейчас, к сожалению, живем сегодняшним днем. Есть необходимость прямо сейчас? Сейчас, да, надо ее реализовывать, эту необходимость. Теперь, это мы сейчас говорили о продавцах. И им единственный совет, продавать это не абы где. Понятно, в идеале продать где-нибудь на сот без крести. Но это надо туда еще и вывести, и чтобы они еще и взяли. Поэтому внутри страны выбирайте для себя нормальную организацию, которая обладает нужными компетенциями, авторитетом, репутацией и так далее. Как наш аукционный дом, например. И мы вам поможем продать. Чуть лучше, чуть хуже, тем не менее. Продадим. И деньги получите нормально. В отличие от не очень понятных мест, типа странных ноунейм-площадок в интернете, например. То есть, для вас главный вопрос, не как быстро и за сколько, а через кого. Определитесь для себя организацию людей с нужной, незапятнанной, хорошей репутацией, обращайтесь к ним, и они вам помогут. В том числе и мы. Если таких людей не находите, вот это плохо. Вот это вот важно. Вот именно этот вопрос для вас важный. Дальше уже получите деньги. Теперь, что касается покупателей. Та же история. Сейчас покупать или подождать, для покупателей сейчас время просто очень хорошее. Потому что на рынке появляются хорошие картины. Люди поняли, что ждать уже, купив их тогда-то нам на пике цен в 2005-м, к сожалению, они уже поняли, что за эти деньги им не продать, долларовые, а уж тем более по этому курсу не продать. Поэтому, а деньги, предположим, нужны. Не все же такие миллионеры, которые уже сейчас живут в Нью-Йорке и распродают коллекцию, а бы распродать когда-нибудь. Нет, не все. Есть кто живет здесь, и деньги нужны. Соответственно, они начинают расставаться с хорошими картинами. Про их ситуацию мы только что поговорили. Для вас, покупателей, ждать или не ждать? Ну, это немножко неверный вопрос, потому что сразу же надо качнуться в разговор, а кто сейчас покупатели? Это инвесторы, которые думают о фиксации прибыли через полгода, год или три? Или это просто люди, которые этим увлечены? А именно вторая категория сейчас основная. Люди, которые этим увлечены. Соответственно, им что ждать? У них подвернулась картина по нормальной для них цене. Надо покупать. Потому что сейчас, ну, если не дно, то близко. Там, про курс доллара немножко скажем. Как бы ждать его на 100 или сдать его на 60. Представляете, нам вопросы задают. Мы сидим в аукционном доме, который занимается продажей искусства, и нас спрашивают про курс доллара, который может быть или не быть. Мы аналитики, если бы мы знали такие вещи, мы бы, наверное, занимались чем-нибудь другим. Тем не менее, из того же самого десятилетнего опыта, который у нас уже имеется, мы можем предположить, что с большой долей вероятности, если сейчас наше руководство договорится с арабскими странами о стабилизации цен на нефть, то, соответственно, уже эта положительная информация, скорее всего, качнет немножко курс доллара в лучшую сторону. Мы думаем, что район 70, скорее всего, он там и останется. Потому что ниже, это уже правительству неинтересно. Им надо наполнять бюджет деньгами. И за чей счет это делать? Конечно, за наш с вами, а не за чей-нибудь другой. Соответственно, ниже 70 они ему не дадут опуститься. А 70, скорее всего, будет. Скорее всего. Скорее всего. Может ли быть 100? Да может быть все, что угодно. Потому что то, что сейчас происходит, это вообще не поддается никакой логике. Зачем было сейчас обострять ситуацию в ценах на нефть, предполагая обрушение курса доллара в преддверии голосования в апреле? Ну, это абсурд какой-то. Абсурда сейчас много, но это тем более какой-то абсурд. Поэтому, что там делает левая рука или правая рука, или башня, Кремля, это мы с вами не знаем. Произойти может все, что угодно. Спроси нас совсем недавно, сделали бы они вот какой-то такой опрометчивый шаг, мы бы пожали бы руками, плечами, сказали, скорее всего, нет. Однако они его сделали. Поэтому здесь можно предположить все, что угодно. Но опять же, опыт показывает, что, как и предыдущий скачок в 2014 году, с 30 на 60, так же тоже качнулось, там что-то не под 80, и ждали тоже 100 и так далее. Однако он отыграл. В 30 не вернулся. Но в 60 он вернулся и долго на этом месте находился. Поэтому сейчас этот ценовой, скорее всего, диапазон, это район плюс-минус 70, что нам с вами надо ждать. Теперь, как это повлияет на цены, на картины? В категории до 100 тысяч рублей это никак не повлияет. Как же как не повлиял скачок с 30 на 60? Никак. Вот как стоила какая-то картина 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей в 2012 году, в 2013, в 2014, вот так они и остались. Ничего не изменилось. В эти же деньги они стоят. В долларах похудела цена в два раза, а в рублях осталось. Поэтому и сейчас будет то же самое. Потому что определяется не курсом доллара, а покупательской способностью. А она у нас, к сожалению, становится только хуже. Следующий ценовой диапазон покрепче. Это до 300 тысяч. Район 5 тысяч долларов. Здесь по-разному. Если очень хорошая картина, то подрастет немножко. Если средняя или просто хорошая, то, скорее всего, останется в этом же диапазоне. Поэтому здесь скорее останется, с небольшой вероятностью прибавится из-за курса рубля. Все, что касается выше, район 30-50 тысяч долларов, эта категория картин уже давно живет в долларах. А уж тем более 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, миллион. Это уже давно находится в твердой валюте, так называемой. И на рубли здесь никто ничего не меряет. Поэтому здесь уже можете даже этот вопрос нам и не задавать. Он как был и есть. Продажи штучные, индивидуальные, не массовые, к сожалению, как бы нам этого не хотелось. Поэтому здесь это вообще разговор отдельный. И когда доживем до него, дай нам всем бог думать о покупках в 30-50 или в 100-200 тысяч долларов. Я всем вам от души желаю думать и переживать про эти цены. За 150 тысяч долларов купить или за 200. Я всем нам желаю вот этого. Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем наш обзор полезных антикризисных советов. И все-таки переходим к нашим аукционам, на которые в очередной раз обращаем ваше внимание. Первый лот нашего аукциона, про который надо обязательно рассказать, сказать, показать. Чтобы, во-первых, увидеть его в масштабе, во всей, так сказать, красе. Это Вадим Сидур. Женское начало, 1975 год. У меня тут справка. Взять в руки. Да. Классический Вадим Сидур. Культура. Женское начало. Понятно где. Понятно, о чем речь. Красивое, тяжелое, основательное, эстетское. Все эпитеты, которые мы любим употреблять, вот они здесь все присутствуют обязательно. Более того, у нас есть провинанс. У нас есть подтверждение. Вы помните, да, прошла аукцион, если кто не смотрел и не помнит, посмотрите наш предыдущий ролик, где мы подробно рассказывали про группу Лес, состоящую из трех скульпторов. Лемпорт, Силис и Сидур, Вадим Сидур. И как раз Силис у нас подтвердил создание этой вещи, еще когда они были все вместе в одной мастерской. Поэтому провинанс исключительно замечательный. Больше здесь добавить нечего, кроме того, что все любители скульптуры, все любители Вадима Сидура должны обязательно обратить внимание, поучаствовать и, следуя нашим антикризисным советам, начало аукциона, принять для себя правильное решение. Следующий лот, на который мы хотим обратить ваше внимание, это Игорь Вулах. Холст. Масло. Здесь совсем все хорошо. Мало того, что подписной, мало того, что опубликованный в нужной книжке, все просто замечательно. Так еще и называется весна. Как нарочно, да? Подгаданно. Ну, весна, никуда от нее не денешься. Когда-нибудь да придет, когда-нибудь да растает весь снег и морозы, и придет весна. И мы с вами дождемся, а в лице картины Игоря Вулаха мы ее уже дождались. Итак, холст масла о нашем аукционе. Следующий лот нашего аукциона – картина Воробьева, Валентина Ильича, мимо которой пройти никак невозможно. Абстракция 1978 года. Зачитаю текст, который мне готовят мои помощники, мои коллеги. Владимир Богданов – один из них. Спасибо ему огромное. Каждый раз это повторяю. Воробьева многие знают не только как художника, но и как автора скандальных книг «Враг народа» и «Леваки». В его смелых, саркастических текстах крепко досталось многим участникам артподполья. Их нельзя воспринимать как исторически достоверный документ, но это точно очень увлекательное чтение о временах и нравах. Да. И мы в подтверждении этого покажем книжку Воробьева «Враг народа». Не просто покажем, а что она имеет эксплуатационный вид. То есть ее открывали, читали и продолжают открывать и читать. И я советую очень всем остальным это делать, потому что это, во-первых, интересно, во-вторых, важно. И для развития, и для понимания всего, что происходит, потому что именно это мы с вами чаще всего и покупаем. Итак, продолжим. Несколько фактов. Воробьев один из немногих ныне живущих участников той самой бульдозерной выставки, разогнанной Прибрежневой в 1974 году. Представляете? Представляете, что я сейчас прочитал? Это уже как бы воспринимается как такой фон, да, той самой выставки, которую разогнали. Которую разогнали. Я не говорю вам сейчас, это вот тот самый воробьев, который участвовал там в какой-нибудь демонстрации 1 мая. Или там, не знаю, радовался программе «Время». Нет. Мы с вами говорим о разогнанной выставке. Поэтому те, кто планирует подобного рода мероприятия, как то, испортить, сломать, избить, разогнать, знайте, что вы достигаете прямо обратного результата. Вы вводите в историю все эти факты. Именно на них будет дальше обращаться внимание всеми остальными поколениями. Вот сейчас, 75-й год, 75-й год, больше 30 лет, 40 почти. И мы это вспоминаем. И будем вспоминать. Поэтому, ну не знаю, как сколько можно наступать на одни и те же грабли. Ну ладно, отвлеклись. Итак, на пустырь он пришел с работы, на которой была изображена перевернутая звезда. Именно Валентин Воробьев изобрел сленговый термин «дип арт». Что это такое? «Дип арт». Про искусство. Востребованы иностранными покупателями, чаще всего из дип корпуса. То есть дипломаты. Те вещи покупали дипломаты. Отсюда «дип арт». Кстати, еще один термин, не его, но вообще. Это чемоданный размер. То есть как бы картина, которая должна влезть в чемодан, чтобы ее было легко вывезти и так далее. Интересно. Во время интервью американскому корреспонденту в подвале Немухина на вопрос «Вы поп-артисты?» Художник скаламбурил. Нет, мы дип артисты. С 1975 года художник живет во Франции и по-прежнему своими текстами наводит ужас на арт общественности. Да, замечательный художник с замечательными работами по очень привлекательным ценам. То есть сейчас найти такого уровня художника с такими ценами, но это поискать. А уж точно не менее ценен, чем все остальные. Поэтому прекрасный лот, прекрасная картина и удачи, кто ее приобретет. Следующая картина, про которую мы поговорим, это «Зарубин Виктор Иванович». Картина называется «К вечеру 1879 год». То есть мы качнулись ровно на 100 лет назад от предыдущей картины. Итак, ну первое, что хочется сказать, всегда с такими вещами идеально, конечно, когда есть экспертиза. В нашем случае она есть. Выглядит она вот таким вот образом. Есть фотография, есть подтверждение на обороте. Уважаемых экспертов такие раньше делали. Нормально, если люди эти живы, надо перепроверить, что мы всегда и сами делаем, и всем другим советуем. Что расскажем про этого художника? Зарубин Виктор Иванович. Ученик Архипа Куинжи, академик Императорской академии художеств, член товарищества передвижников. Ну все, собрал, да? После революции участник Ассоциации художников революционной России. Оформлял Питер к революционным праздникам. Занимался иллюстрацией, но в истории остался, как мастер пейзажа, один из самых талантливых куинжистов. Да, это так. По самом деле, замечательная работка, и здесь это все просматривается. Деньги тоже очень правильные, поэтому кто для себя намечал что-то в этом духе, ну обязательно воспользуйтесь такой возможностью. Нечастый гость аукционов. И, конечно, будет удачное приобретение, безусловно. И инвестиционное. Еще один лот, замечательный лот нашего аукциона. Анатолий Зверев. Куда же, да? Наш все. Сразу продемонстрируем наличие экспертизы. Вещь необходимая. Работа называется «Церковь Камягина. 1981 год. Холст масла». Ну, здесь что, уже про Зверево мы с вами говорили, переговорили, хотя никогда не лишний что-нибудь повторить, но в этот раз не будем, остановимся на другом. Что здесь интересного? Кроме того, что это холст, масло и все такое, здесь и сюжет такой очень любопытный для Зверева, нечастый. И некоторыми как раз и ищется что-то такое оригинальное, нечастое. Поэтому те, кто присматривал себе что-то в этом духе, конечно, надо обратить внимание на эту картину. Но сказать хочу не об этом. Хочу сказать о том, что 1981 год – это еще советское время. Сегодня мы крутимся вокруг этого всего, да? И что мы такого необычного видим на этой картине? Мы видим здесь купола с крестами. Обычно в советское время художники этого старались избегать, потому что время было атеистическое. И сейчас оно вспоминается как какое-то благодатное, да, былинное, где было все вместе, атеизм и все остальное. Но нет. Тогда был такой настоящий атеизм. И церкви художники старались рисовать вплотную, как можно выкрутиться. Нельзя нарисовать церковь без крестов. Это какой-то нонсенс, да? Художники все-таки отражали действительность. Хорошая особенно. Поэтому выходили из положения тем, что рисовали купола впритык к верхней грани картины. И как бы ничего не нарушали. С одной стороны, это церковь, все хорошо, что они хотели сделать. С другой стороны, куполов, крестов на них нет. Анатолий Зверев этому был не подвержен. Рисовал все как есть. Мог себе это позволить. Гений есть гений. Поэтому 1981 год, советское время, И мы с вами имеем церковь, купола, так, как они есть на самом деле. Нашему вниманию отличная картина. Угадайте, о ком мы будем говорить в следующем обзоре. Ну, что тут угадывать. Владимир Немухин. Карты. Классика жанра. Здесь особо уже ничего и не расскажешь. Кроме того, что очень крепкая композиционная вещь. Опять же, наличие экспертизы. Обязательное. Или, скажем так, очень желательное условие. У нас это все соблюдается. В этом смысле мы с вами просто святее Папа Римского. Проверяем, перепроверяем. И еще раз проверяем. Поэтому все приобретенные у нас картины имеют исключительную надежность. О чем, я надеюсь, вы уже догадываетесь, раз вы смотрите этот ролик. Итак. Композиция с картами. 2005 год. Не убавить, не прибавить. Если только добавлю, что цена просто исключительно инвестиционная и правильная. Поэтому кто купит, останется доволен просто всем. Еще одна интересная работа предлагается вашему вниманию. Это Пахом. Пахом Сергей Игоревич. Картина называется Поедание в театре Жульена Человечком с бородой диризой. 98-й год. Ну, здесь все на самом деле с юмором, с сарказмом, с таким. Интересная вещь. Интересная вещь. И еще более интересный человек. Пахом. Художник. А еще участник битвы экстрасенсов. Все мы знаем с вами, да? Эту передачу на, уж не помню, в каком канале, по-моему, РЕН-ТВ. Или что-то в этом духе. Ну, тут что сказать. И он же один из разоблачителей того, что там происходит. Как относиться к экстрасенсам? Верить или не верить? Ну, то, что есть люди с некоторыми очень специфическими способностями, спорить не будет. Другой вопрос в их количестве. А так как там каждый сезон начинается с какого-то гигантского количества специфических людей, сразу возникает вопрос, так ли это все? Значит, одно могу сказать, что я был свидетелем несколько лет назад. Гигантской очереди метров на 300, когда стояло там, ну, так, в несколько человек шириной, это были по преимуществу девушки до 25, и стояли они к одному из победителей сезона «Битвовых Старосенсов». Поэтому деньги там гигантские вокруг этого всего. И вообще шарлатанов много. В отличие от них от всех, Пахом оказался человеком, скажем так, почестнее остальных. Кстати, еще один любопытный факт об этом художнике. Он исполнитель главной роли в артхаусном фильме «Зеленый слоник». Артхаусном фильме, подчеркиваю. Я тебе покушать принес. Кто понимает, о чем идет речь, в общем, может догадаться, что это, мягко говоря, не Голливуд. Тем не менее, главная роль – «Зеленый слоник». Картина замечательная. А это такой фон вокруг, да? То, что мы с вами приобретаем, не только картинку. Мы с вами приобретаем все-таки и человеческий фактор, и историю с этим связано. Ну и сюжет картинки – то, что надо. На самом деле, поедание Жульена после рюмашки-коньячковых театр – исключительно правильное и культурное занятие. Так что прекрасная картина интересного человека нашему вниманию. Еще один интересный лот нашего аукциона. Свешников Борис Петрович. 1995 год. Полевой крест. Ну, мы иногда говорим, обращаем внимание на сюжет, что вот, обратите внимание, здесь без специфики Свешникова всяких там могильных оград, крестов, чертей и так далее. И вот, мол, поэтому, кто этого всего не любит, а Свешникова любит. В данном случае, как раз наоборот. И очень часто, кстати говоря, не останавливает. Здесь вот эта вот интересная тематика какого-то потустороннего, скажем так, присутствия в картинах Свешникова, она интересным образом как-то минует. Потому что, вообще говоря, такая сложность есть. Если в картине присутствует какая-нибудь чертовщина, то люди предпочитают этого избегать. Потому что, ну, мало ли, там что. Все-таки дома будет висеть. Вот на Свешников это не распространяется. Во-первых, очень интерьерный, всегда. В квартиру вписывается великолепно, идеально. И в данном случае мы имеем классический вариант из Свешниковского такого искусства со всеми правильными подробностями, которые ему присущи. Удачи! Завершаем наш обзор замечательной работой Люси Вороновой. Замечательная художница. Здесь пропорции понятны. Все понятно. Называется работа «Букеты планеты». Тоже все понятно. Все отображено. 2017 год. Бумаги фонда. Все присутствует. Кто интересуется творчеством этой художницы, не убавить, не прибавить. Замечательная картина в свою коллекцию.